Евгения Сорокина, мама маленького Глеба. Сегодня она с сыном пришла на плановый осмотр к педиатру. Врач назначил малышу прививки, регламентированные национальным календарем. В его список вошли вакцины против 11 опасных заболеваний, свойственных распространению в нашем регионе. Я считаю прививки жизненно необходимы для детей. И совсем не понимаю тех горе-мамочек, так сказать, которые, начитавшись и наслушавшись так называемых интернет-врачей, и отказываются от того, чтобы сохранить, возможно, в дальнейшем ребенку жизнь. Однако процедуру сегодня пришлось отложить. В некоторых случаях детям противопоказано проводить вакцинацию. Это могут показать только анализы. На глаз ни один врач не может определить состояние ребенка. А значит, никаких гарантий, что все пройдет без последствий, нет. Если у ребенка в общем анализе крови выявляется повышенное содержание лейкоцитов, больше 15 тысяч, то прививка откладывается и назначается контрольный анализ крови. По словам эпидемиологов, особенно тщательный осмотр должен быть проведен у детей с рожденными патологиями. К ним же относятся и недоношенные дети. Дети с врожденной патологией, наоборот, нуждаются в большей защите, так как они, наоборот, подвержены тем или иным инфекционным заболеваниям. Так как взять, например, недоношенных детей, они очень подвержены риску пневмококовой инфекции. В прошлом году в национальный календарь прививок включили еще одну вакцину, которая вырабатывает иммунитет детей к пневмококовым инфекциям. Ее вводят в двухмесячном возрасте. В 90-е лихие годы перестали прививать людей от дифтерии. К нам хлынул поток мигрантов из стран СНГ, не привитых от дифтерии. У нас ведь был всплеск дифтерии. И нам удалось справиться с этим всплеском. А что недавно творилось с корею, это опять же причина в том, что взрослые своевременно не прививались по своему графику в возрастном откоре. Врачи утверждают, что доказательной базы о вреде прививок нет. И говорят о целой группе людей, которые ведут агитацию против вакцинации населения. По их словам, особенно такая пропаганда активно проходит в соцсетях. Обвинили и журналистов. Сейчас у нас известная такая тенденция веры в социальные сети, в то, что пишется в социальных сетях. И зачастую родители действительно, они как-то заражаются этой, ну можно сказать, истерией в отношении прививок и забывают посоветоваться с врачом. Для тех, кто не уверен, нужна ли прививка ребенку, насколько она безопасна или вредна, в каждой поликлинике города создали специальную иммунологическую комиссию, в которую входят квалифицированные эксперты. Они готовы провести индивидуальные консультации, чтобы рассказать родителям всю правду об инъекциях.